21 столетие прошло с момента рождения Христа в Вифлееме. В Евангелии написано, что ангелы, явившиеся пастухам в ночь Рождества, пели «Слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение». Где благоволение Божие среди людей? Где мир? Не было его тогда, нет его и теперь. Но не по вине Бога, конечно, виноваты мы сами. И Рождество – отличный повод подумать о некоторых очень важных вещах. В момент рождения Иисуса в Вифлееме Иудея находилась под оккупацией Рима. Императором был Август. Он принимал жесткие кровавые меры для наведения порядка в империи и в ее провинциях. И мир, то есть гегемония Рима, действительно царил по всей огромной территории Римской империи, благодаря силе и жестокости власти Кесаря. А если где-то изможденные в провинциях люди поднимали восстание, оно моментально подавлялось римскими солдатами. Римская пропаганда называла кровавого императора миротворец, бог, спаситель. Его день рождения так и называли днем рождения Бога. В Иудее же царил Ирод, самозванец и верный ставленник Рима. И вот в это ужасное время среди измученного оккупации народа рождается, приходит в мир настоящий бог, создатель мира, царь иудейский, царь вселенной. И мир, настоящий мир теперь возможен. Возможен именно благодаря воплощению бога на земле. Для иудея или мусульманина все это невозможно. Те, кто верят в воплощение бога на земле в образе человека, это идолопоклонники и еретики. Понимание бога как отдельного от человека сверхсущества как раз приводит к войнам и дегуманизации общества. Но об этом чуть позже. Беда-то в том, что многие христиане также не понимают, что означает воплощение божие на земле. И относятся к Рождеству Христа как к рождению своего всемогущего кесаря, который милует тех, кто с ним, и жестоко карает всех, кто против. Главная проблема в том, что Рождество Христово – это не день рождения бога, который нужно отмечать как можно более празднично, светло, торжественно, с подарками, вкусной едой, но и обязательно, конечно, великолепной службой в храме. Если бы Рождество Христово было вот этим, то в нынешних обстоятельствах вообще нельзя было бы этот праздник отмечать никаким способом, потому что на земле сейчас идут войны, на Святой Земле идет страшная война, в Украине идет война, во многих других частях земного шара сейчас неспокойно. И даже, например, христиане Святой Земли приняли решение в этом году отменить все елки и подарки и иллюминацию в Вифлееме, в Иерусалиме. И, во-первых, из чувства солидарности с страдающими сейчас от военных действий людьми, а во-вторых, мне кажется, даже почувствовал какой-то вины, что ли, да, как мы можем радоваться вообще чему бы то ни было сейчас в таких обстоятельствах. Так вот, в том-то и дело, что Рождество Христово – это не день рождения бога. Это, если мы посмотрим в церковный календарь, как там написано, Рождество во плоти Господа нашего Иисуса Христа. Смысл Рождества – в воплощении Божия. Не просто в том, что младенец, родившийся у Девы Марии, оказался спасителем мира, не в том даже, что просто Бог пришел на землю в виде младенца, что так обычно акцентируется в и всяких песнях рождественских. А в самом факте того, что Бог так близко подошел к человеку, что стал человеком, Бог, который мог так сильно смириться, что принял на себя образ своего творения, во всей полноте принял, то есть буквально стал младенцем, родился и жил на земле, и не только жил, а позволил людям убить себя в страшных мучениях, отдал жизнь, приняв на себя всю злобу этого мира, всю злобу своего творения, для того, чтобы это творение поднять до небес, для того, чтобы вернуть это творение обратно, чтобы творение его, то есть человек, мы смогли стать такими, такими, какими Бог задумал нас, когда создавал наших прародителей Адама и Еву. И вот само понятие воплощенного Бога в корне отличает христианство от всех других монотеистических религий, потому что у такого Бога, который так смиряется и так любит человека, естественно, будут совершенно другие взаимоотношения с людьми. В самом деле, если Бог – это всемогущественное сверхсущество, не имеющее ничего общего с человеком, то любые страдания в мире – это его страшная жестокость, ведь может помочь и не помогает. А помогает такой Бог только своим, тем, кто особо ему угодил. Человеку остается бояться такого Бога, бояться прогневать его, не угодить ему. В войнах такой Бог всегда будет на стороне тех, кто его почитает. Да и вообще, он всегда защищает интересы верных ему людей. Взамен требует, кроме почитания, правда, еще исполнения определенных правил. Но если нарушил правила, ничего, грех можно замолить, совершив определенные действия. В такого Бога верят, увы, и многие христиане. Бог же, воплотившийся, совсем другой – это Бог, для которого важнее всего – человек. Он так любит человека, что сам стал человеком. Он всегда на стороне человека, каждого без исключения. Он страдает вместе с человеком, введя его к духовному совершенству и к единству с собой. Наши учения о воплощении, о том, что сам Бог, сам Господь воплотился, это на самом деле настолько отличает христианство не только от всех остальных религий, но это еще и раскрывает какую-то истину, которая скрыта в других религиях. Я бы не сказал, что она не существует, но она как будто затемнена, не очень хорошо явлена. Так же, как икона, которая почернела, и там не видно лик, видно только просто то, что грязь, которая вокруг, или не видно сам лик, тот, который на нем изображен. Я бы так сказал, что в других религиях, да, совсем другой подход, например, в юдаизм или в ислам, где веруем в единого Бога, это один Бог, он дал закон, мы должны за этим закон последовать. Однако учение о воплощении раскрывает совсем другие взаимоотношения. Вот эти взаимоотношения как раз можно найти, например, у пророков. Ветхий Завет или Еврейская Библия имеет разные части, разные пласти. Есть закон Моисеев, книга Бытия, разные законы, которые в Второзаконии, или книга Исход, Числа и так далее. Но также существует то, что называется пророки, да, как Исаия, Еремей, Езекиил и другие двенадцати пророки. И как раз у пророков совсем другой подход. Там не только подход, Бог на небе, ты человек на земле, а наоборот, там есть как будто подготовление к другим взаимоотношениям. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый Завет. Не такой Завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот Завет Мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот Завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, и они будут моим народом. Однако эти истины не были особо развиты в юдаизме так, как принято сейчас. То есть, конечно, любой иудей может раскрывать Ветхий Завет, читать пророка Исаия или Изекиила и увидеть, что там требуется немножко другое. И некоторые, я бы сказал, некоторые праведники в юдаизме даже к этому подошли. Но я говорю тут как бы в целом. В целом существуют правила, существует закон, существует понятие о том, что есть избранный народ и неизбранные народы. То есть, эта религия так как развивалась. В ислам то же самое. У некоторых мистиков, суфи, в ислам тоже и взаимоотношения довольно такие духовные, личные. Но в ислам как религии, в принципе, тоже человек как несовершенное существо, Аллах как абсолютное, совершенное существо, никаких взаимосвязей между ними нет. А вот в христианстве раскрыта догма рождения Бога. Рождение не только в историческое обстоятельство в Вифлееме 2000 лет назад. Дело в том, что совершенно верно, Рождество Христово – это иже во плоти, Рождество Господа нашего Иисуса Христа. То есть, получается, есть не только рождение во плоти, а рождение прежде всех век. Очень распространенное заблуждение и у верующих, и у людей, которые просто изучают христианство – это видеть в момент воплощения Иисуса Христа только историческое, уникальное историческое событие. С одной стороны, это действительно так, но с другой стороны, настоящая тайна, которая раскрыта в Новом Завете и которая изучает все наши великие святые и богословы православные, это, что здесь открывается ключ к пониманию вселения, к пониманию творения, к пониманию, почему существует тварь, когда Бог беспредельный, вечный, Он выше всякого существования. Тогда каким образом Он имеет точки соприкосновения с нами, с природой, тогда рождается идея, что природа на самом деле злая, или что человек должен преодолеть свою природу, или что христианство – это какая-то антижизненная религия, как думали люди, как Фридрих Ницше, а на самом деле все совсем не так, потому что то, что открывается в личности, в исторической личности Иисуса Христа из Назарета – это достоинство природы, Вселенной, Космоса. И единственное разумное существо, которое может, с одной стороны, испортить эту природу, но также оценить ее правильно – это человек. Почему? Потому что в человеке заложены вот эти частицы божества. То есть человек не может прийти к Богу без познания самого себя, своей собственной природы, своего собственного окружения, в том числе и небо, и деревья, и времена года. Все это действительно может оценить человек. В этом смысле человек, любой человек, и тут неважно даже, христианин он или нет, он в каком-то смысле как Адам, как жрец или священник творения, который может вот эта неразумная природа найти в ней смысл. И вот эти смыслы – это именно так, как Бог с нами общается, потому что сам Бог, Он выше всего этого, и Он не может напрямую с нами связаться. Поэтому Он связывается через то, что мы понимаем. Он говорит на нашем языке. И вот тайна воплощения раскрывает тайны божества, которые заложены в каждом человеке, который рождается в этом мире. Человек – это самый великий посредник Бога на земле. Любой человек. И ребенок, и христианин, и нехристианин, и мужчины, и женщины, и грешные люди, и те люди, которые желают нам зла, и те люди, которые в заблуждении. Все созданы по образу единородного сына, вечного сына Бога Отца. В других религиях эта истина не раскрыта. Хоть любой человек, который рождается в мир, рождается с этим Словом Божьим, логус, то, что называется по-гречески. Эти логусы, они находятся в каждом, каждом, абсолютно, каждом человеке, без исключения. Даже среди жестоких людей, даже среди наших врагов. Поэтому раскрывается Христос в Евангелии, и он принимает, смиряет себя, становится младенцем, становится обыкновенным человеком даже. Несмотря на то, что он Бог, творец мира, он как будто отказывается от своего могущества, для того, чтобы показать нам, что он абсолютно с нами, даже в наше одиночество. Даже когда всех нас бросили, все нас оставили, даже те, которые мы должны были ожидать от них помощь, они нас оставили. Но Господь нас не оставляет, потому что он терпел самое страшное. Бог всемогущий стал беспомощный младенец. Бог всемогущий принимает смерть и даже испытывает богооставленность. Боже, Боже, зачем оставил ты меня? Эли, Эли, лама шавахтани. Это то, что он говорит на кресте. Самое страшное. Уже нету надежды. Нету ничего. И вот в этом и раскрывается наше достоинство. Получается, как мы можем не отмечать такой праздник? Это единственное, что может дать человеку сейчас, который в беде, человек, который сейчас потерял все, потерял всю свою семью, все свое имущество, потерял свою родину, потерял свой район, потерял свой любимый город. Какое еще утешение может быть? Утешение, что он будет отомстить, да, никакая месть не вернет ему то, что он потерял. Но знать, что сам Бог также был полностью оставлен и также он никогда нас не оставляет, это единственное, действительно, мне кажется, утешение и радость, которую мы можем привести людям. Поэтому праздник этот, по идее, надо отмечать. Я понимаю, христиане святой земли, которые решили вот все праздники отменять, то есть родительские елки и так далее. Это все популярные религии. Но это популярные религии, тем не менее, тем не менее, проповедуют именно вот эти истины. И, к сожалению, в наши дни большинство христиан, их религии в корне не отличаются от религий других монотеистических религий. То есть понятие о том, что Бог смирил себе и о том, что Бог воплотился, мы не применяем эта догма так, как надо. То есть мы, по сути дела, наш Христос, который большинству христиан поклоняется, не отличается в корне от Господа Саваофа, который большинство иудеев почитают, и от Аллаха, который почитается в ислам. Наша миссия, и у нас действительно есть миссия, это именно попытаться вот в этом мире, который больше всего сейчас нужен, вот это утверждение, вот этот свет о том, что Бог находится в каждом человеке абсолютно без исключения. С Рождеством Господа нашего Иисуса Христа поздравляем всех, кто празднует в эти дни, а тех, кто празднует 7 января, с наступающим праздником. Пусть Христос рождается в наших сердцах каждый день, просвещая наши мысли и чувства, и уча нас правде Царствия Божия, которое есть Любовь.